В деревне Верхний Курган Козловского района нет нормальной дороги. Туда не может добраться ни скорая, ни школьный автобус. В курсе ли этих проблем администрация района выясняла наша съемочная группа. Нинель и Марат Каюмовы переехали в Козловский район в мае этого года. Молодую пару привлекли уникальные природные условия и большой в сравнении с квартирой частный дом, в котором можно спокойно расти четверых детей. Однако не все ожидания совпали с действительностью. У нас дороги очень плохие. Как говорится, мы не заехать сюда не можем. Ничего, ни такси не приезжает, ни скорую, ни что. Сюда ехать не хочет к нам вообще. До ближайшей дороги один километр. От нее до дома Каюмовых наша съемочная группа добиралась по полю. Только так нам удалось объехать разваленные дороги. Исполняющий обязанности главы района никак не прокомментировал ситуацию. Вы в любом случае должны давать комментарий. Когда к вам прощаются? Давайте через три дня приходите, я вам дам комментарий. На любую тему, только заранее предупредите. А я же так тоже не могу. У меня люди, я же тоже планово работаю. У нас везде нормальные дороги. То есть вы там, вы бы там приезжали сами? Так, давайте так. Не будем. Ничего нового мы не услышали и в отделе строительства. 99% Российской Федерации в сельской местности. Такая ситуация. Вот километр есть. Извините, километр можно больного пешком донести. Еще одна наболевшая проблема верхних курганцев – отсутствие школьного автобуса. Сейчас дети добираются в школу на бачном городском автобусе. Они встают, встают они у меня в полшестого утра. К семи часам они бегут на остановку, чтобы уехать на автобусе. Учеба у них начинается с полдевятого утра. Все это они время сидят возле школы. А учатся где-то, грубо говоря, до часу, до двух. Если не успели они на городской автобус, на двух часов, в 14-20 он идет, они уже тогда идут пешком. Каюмовы и их соседи обращались за помощью и в администрацию района, и к дирекции школы. Новый автобус большой мы получили в прошлом году. До этого у нас была «Газель», которая делала два рейса. Но тогда у нас было меньше детей, которых приходилось подвозить. С этого года приходится подвозить еще детей дополнительно, и поэтому нам одного автобуса не хватает. Если бы был второй автобус, то нам бы эту проблему удалось решить, и детям бы не пришлось вставать так рано. Официальное письмо в администрацию города было направлено и напрямую от директора второй школы. Обращений до настоящего времени от жителей деревни Верхний Город не поступало. Поэтому не рассматривался данный вопрос по подвозу именно из деревни Верхний Город до данной школы. От имени Управления образования Министерства образования и молодежной политики была направлена заявка. Нас просьба предоставить нам дополнительное транспортное средство для школы номер два. И от нас будет произведено обследование данного маршрута с целью выяснения, возможно ли движение по данной дороге. Понятно, что за один-два дня эти проблемы не решить. Но странно то, что администрация района порой не в курсе дел. Бюджет будущего года уже практически сверстан. И если в нем нет затрат на строительство дороги, то она и не появится. К счастью, в ситуации со школьным автобусом есть надежда, что школьный маршрут вновь появится. У жителей Козловского района до сих пор на устах случаев двухлетней давности. Тогда 10-летняя жительница деревни Починок так и не дошла со школы домой. Спустя несколько дней ее тело нашли во враге. Школьный автобус, кстати, после этого случая в Починке появился. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.